Пойду покупать себе инкубатор, расскажу про него, покажу его, потому что, говорю, это очень часто вопрос, и в директ у меня везде, где купить инкубатор, потому что, ну, реально это важно, как инкубировать яйца, расскажу, почему выбрала именно этот, хотя у меня один уже есть, у меня будет этот второй, но, честно, вот этот будет основной, и на лето будем перекладывать все в него. Ну, наконец, я дошла до Lucky Reptile, искренне люблю эту фирму, у нас много чего от них, и у них как раз на этой выставке два дня скидка, и я подумала, что это самое время для покупки инкубатора, потому что, как я уже говорила, у меня есть инкубатор, я вам показывала его, он, правда, весь уже под завязку забит, и у нас много животных, требуется больше места, поэтому я решила приобрести еще один. И сейчас попросила специально распаковать его здесь, показать, чтобы мне помогли. А в чем преимущество этого конкретного инкубатора? У меня есть инкубатор, ну, во-первых, говорю, размеры, мне нужно уже просто дополнительные, потому что у нас еще чуть-чуть, и уже перестанет помещаться, сейчас сезон начался, все несутся, и нужно будет еще инкубатор брать. Вот, плюс мой инкубатор не работает на охлаждение, лаки рептайловский инкубатор работает на охлаждение, то есть летом, когда это особенно актуально для квартир, если вы живете в квартирах, и у вас летом там нет кондиционера, и очень жарко, то, соответственно, в солнечный день температура в квартире повышается, температура в инкубаторе тоже будет повышаться. И вот мы столкнулись с такой проблемой, что приходилось его просто выключать, и там, ну, какая-то температура держалась, но уже нужной для нас там 26 не было, то есть было очень жарко. Поэтому в этом году я уже заранее готовлюсь, и перед летним сезоном, чтобы яйца не испортились, как в том году, были такие моменты, решила приобрести инкубатор именно с охлаждением. Так, что там? Есть еще важная деталь, то, что к инкубатору прилагается автомобильный кабель, то есть если вам нужно переехать на дач, вы можете подсоединить его к автомобилю и, не прерывая инкубацию, довести до нужной точки назначения. Получается, вообще его можно с собой в автомобиле возить постоянно. Абсолютно, да. Да. Соответственно, температура от 5 до 60 градусов, удобная ручка, можно с собой переносить, устанавливаются полки на нужной температуре, и также можно использовать субстратные инкубации, от маки рептайл. По информации от производителя, он не требует замачивания, добавления воды, то есть он готов к использованию. Плюс есть зип-лента, если все не используете, можно закроять и держать. Я себе возьму его, попробую, потому что сейчас самый сезон, пока у меня по бананаидам началось, а когда начинается сезон, яиц много. Возьму, попробую. Интересно даже то, что производитель указывает, что не нужно поливать его, не замачивать, ничего делать, потому что обычно вообще, естественно, субстрат, который мы используем, мы используем разные, в том числе и вермикулит, и перлит, иногда и просто на кокосовом субстрате инкубируем. В принципе, как говорится, в умелых руках инкубируется львов в субстрате, но это очень интересно, то, что они заявляют, поэтому хотя бы одно яичко я попробую туда положить, посмотреть, проинкубируется ли оно реально без замачиваний всяких, и потом вам расскажу. И важная последняя медаль, то, что Лаки Рептайл, он заражит своей репутацией, поэтому выполняет гарантийное обязательство перед всеми покупателями, то есть если с электроприбором что-то произойдет, мы, как официальные представители, выполняем эти обязательства, с нами можно связаться, и если что, мы решим эту проблему. Ну, вообще отлично. Так, там, сейчас покажу сразу внутри, как сделан инкубатор, очень важный момент, потому что, говорю, очень часто спрашивают про инкубаторы, но те, кто увлекается рептилиями, все-таки редко кто останавливается на... Так, это сюда ставится, да? Да. Редко кто останавливается на одной ящерке там или змейке, покупают несколько, обычно разнополых, и, соответственно, появляются яйца. Вот здесь, видите, специально, не знаю, написано это в инструкции или нет, здесь специально такая штучка, она вообще предназначена для наливания воды, и я вот прям советую всем пользоваться этой штукой, но я для безопасности, чтобы можно не заметить, как вода закончилась, ставлю здесь просто такое, ну, невысокая корыца, наполненная водой, и тогда влажность как бы поддерживается прям вообще отлично. Еще нужно бы положить сюда свой маленький хотя бы термометр, чтобы... Да, обязательно тоже вот расскажите, потому что это не глюк инкубатора, а просто разница температур. Да, это абсолютно нормальное явление, то есть если здесь, например, вы укажете 50 градусов температуру, нужно понимать то, что внутри она будет чуть ниже, потому что датчик, он находится на обратной стороне, вот здесь вот, и чтобы правильно проследить температуру, желательно даже два термометра на разных уровнях, чтобы точно отслеживать градиенты. Но это на самом деле есть и в своем, у меня просто самодельный инкубатор, сделанный из винного шкафа, вот, но то же самое лежат там градусники, потому что, конечно, нужно сверяться. Давайте запаковывать, теперь у меня, наконец, будет к лету готова, к сезону. Я ссылку на ребят укажу, чтобы вы долго не искали, но есть сам бренд Lucky Reptile, он очень популярный, и он не только в этом магазине продается во многих, так что вы можете просто погуглить, но для простоты, так сказать, использования, я все-таки укажу. Привет! Трендит и трендит, трендит. Я себе купила инкубатор. О, отлично, мне как раз сейчас привезут 400 яиц перепелиных. Очень надо куда-то их засунуть. Ксюша! Это я удачно зашла. Ну что ты потестируешь на перепелку? Так на перепелку переворачивать надо яйца. А эти без крутящихся, да? Они чисто рептильные. Они чисто рептильные. Ну будешь переворачивать, что тебе делать-то? Целый день, да, что мне делать-то. На сковородочке такая, раз-раз. Здесь сувенирка, но мне бы хотелось показать, во-первых, вот этих ребят, потому что каждую выставку, у меня от них есть уже картины две. Есть ловец снов тоже отсюда. Вот, в общем, очень классные ребята и все очень красиво всегда у них. А у вас? Да. Да. Просто я знаю, что будете спрашивать, сразу покажу. Ну, то есть найти их можно и вне выставки, естественно. Так, и вопрос, который у меня просто завалили после того, как я в сторис показала Алису, которая выбирает себе подвеску. У меня завалили, где же такое взять? Это сестра Ники делает. Просто потрясающее. Сейчас мы здесь остановимся, я покажу. Просто потрясающие вещи. Привет. Меня, после того, как дома ты достала вот этот свой бизи-борд для детей, меня завалили вопросами, как у тебя купить, где, чего. Дайте ссылку, отправка ли есть по России и так далее. А у меня даже нет... Отправка по России, почта России или с ДЭКом, преимущественно с ДЭКом. У меня с ними договорка, достаточно бюджетно выходит. А так нужно писать в социальные сети, товара там мало выложено, но я могу фотографии накидать. Понятно. Потому что меня просто завалили, а у меня даже нет... Я сейчас попросила у Ники уже на тебя хотя бы ссылку в Инстаграм. Да. Потому что это просто что-то нереально красивое. Это же жуки настоящие. Из разных стран привезённые. Да, из разных стран привезённые. У меня не только жуки, у меня ещё и гальваника. Гальваника это вообще отдельный разговор, я сейчас покажу. Поближе этот бизи-борд, который вы прозвали бизи-бордом. Он потрясающий. Я, кстати, выбрала себе жучка, я себе выбрала брошку, да, с синеньким. Но это я вам позже покажу, с синеньким жучком у меня под платье брошку. Так, вот это тоже отдельный вообще разговор. Расскажи, пожалуйста, это же не секрет, это технология вот эта. Как это делать? Гальваника это электрохимический способ нанесения меди. То есть наносится токопроводящий состав, в нашем случае графит, на любой листик, череп, пропитанный лаком. А если просто череп опустить в жижу, которая нам маринуется, грубо говоря, то он начнет разлагаться. Если его покрыть лаком, то уже всё будет нормально. Покрывается токопроводящим слоем, опускается в ванну с замешанным составом, подключаются аноды, катоды к блоку питания, и за счёт электрохимической реакции наращивается медь. Долго, нудно, сутками. Потом всякие камушки добавляют, тут уже что-то спаивается. И в конечном итоге зачищается, полируется и патинируется. Это длительный процесс. Да, это понятно. Но суть в том, что это всё настоящие листья, это не просто какая-то формочка выложенная. Это всё настоящее. Цикады, жуки экзотические, аммониты. Вот это белочка. Мы её с мамой череп нашли в лесу у нас в Смоленской области. Кора берёзная. Очень красиво. Грибы древесные. Мне вот этот нравится. Вот эти очень красиво под водолазку нах. Да, да, да. Классно, красиво. Агама? Агама? Мне жалко. Но она сама. Я понимаю, что сама жалко. А это брошечка? Голочки прокалываются. Мне нравится колень с Украины. Классно. Так, вот ещё раз. Можно всё это найти и заказать. Да, можно в принципе скрин с стрима сделать. Ну да, да, да. Там обвести. Да, я тебе ещё в Инстаграме покажу, потому что да не за что. Реально классно. Я к тебе за тараканами трубила. Да, давай. Так, здесь дерево. Здесь у нас всякие кремные калбасанты из Лужной Америки. Это ассортимент от соску до дуба. Подсвечники потрясающие. Спасибо. Стараемся. Да, вот мне очень красиво. Я в последнее время на рептилиуме залипаю не на животных, а именно на всякие такие интересные штуки. С каждым рептилиумом становится всё больше, всё интереснее продавцы появляются. С крупным планом. Ручную жизнь будет снять, гидрирную. Ух ты. Такого точно не было, больше нет. Вокладочки, дочитаем. Каждый раз что-то новое. И реально, то есть, ну это не что-то там привезённое, где-то там, закупленное в Китае, а в сурочной работе. Просто уникальные штуки, которые в магазин толком не найти. Да, конечно. Спасибо. Где это можно приобрести? Так, вот здесь, вчера я, кстати, приобрела себе заполку. Тоже всё в натуральные листочки. Очень красиво. У меня в последнее время с выставки я что-нибудь такое увожу для себя. Вот так, здесь у нас разные картинки, которые, ну, напечатанные или прям вручную. Нет, это оригинал. Да, напечатанные, а где-то оригинал. Я как раз и рассказываю, что оригиналы нарисованные, очень тоже красивые. Вот это моя любимая просто картинка. не кое-что. Не кое-что, не кое-что, не кое-что, не продевать, не продевать кипяток. Вот прям как есть. Вот такая красота. Ну, а это уже дублеры. Здесь, ну, это сцена тоже часто на рептилиуме. Здесь разные черепушечки, красиво оформленные. Всё очень классно сделано. Давайте я вам вот это покажу. Ну, это, конечно, на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравятся безумно такие штуки. Особенно, когда вот так красиво сделано. Или это так? Ещё черепушки. Сказать? Давайте. Вот это всё куницы. Тут различные препараты. Бородатая гамма, змея. Ещё одна бородатая гамма, но поменьше. Ещё одна бородатая гамма, но с осцеплённой ну, с прозрачной. Да-да-да, я вижу, да. Называется депонизация. Шкуры у вас, смотрю. Шкуры змей. Да-да, это всё змеи. Все выделанные. А где вы столько берёте куниц? Это промысловые звери. Просто охотники берут на пешнину, на мясо. А, и, собственно, вы у них черепа берёте. Это понятно, да. Я вот что-то об этом не подумала. Что это... Очень красиво так. У черепа за них можно положить керариум. Они не какого-то, да, животные не составляют абсолютно. Ну да, как бы критиями или декорациями будут служить. Это понятно. А это чей череп? Это ягод. Ягод. Пекрасно. Очень красиво всё. Здесь, из самых интересных, это, наверное, кабарга. Кто ещё раз? Кабарга. Это дальневосточный олень. Угу. Вот. Есть ещё очень похожие на них, у которых ещё есть рога. Угу. Угу. У этих рогов нет. Прям с зубами. Бобёр. Угу. Угу. Ну и здесь ещё вот рысь. Рысь? Рысь, да. Боже мой, моё сердце этого не выдержит. Здесь палочники должны быть. Палочники должны быть. Они там даже есть. Да, я просто пытаюсь найти. А, вон, всё вижу. Вижу, вижу. Палочники есть. Так, надо перейдёшь. Они маленькие. Конечно, с другой стороны улыбнись. Маленькие палочники. Здесь палочники уже засушенные. Если можно так сказать. Да, маленькие палочники. Вон, смотрите, вот сидит палочник. Я пройдут. Мне через камеру только он бросает. А вон ещё побольше сидит, да. Ой, как много даже есть. Очень много, да. Очень много. И такие большие. В общем, я заметила маленького, а больших ты не заметила. Так, палочники. Что у вас тут? А, и ещё бронзовки. Вот сидят печиночки. Как классно. Так, дальше у нас стенд за оком. Евгений, здравствуйте. На стриме? Нет. Я видео. Я, если хотела сказать, стара для стримов. Нет, я видео. Я на видео. Лягушечки. Агамки. Ну, как всегда красивый стенд, всё. И книга. Ну, у меня есть уже такая книга. Я уже прочитала. Вот. Ну, это классно. Нет, ну, если прочитала, то скажи, правильно написано или нет? Правильно. 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 Красота. У нас даже с подписью есть. Один генерал-болтовский. А как, куда же ты денешься с такой? У нас что-то плохое. А можно? Можно. Можно всё. В ручки взять. А можно вообще? Мне можно вообще всё? Да. Спасибо. Они есть вон маленькие, шипохвост. А это прям, смотрите, какие огромные. Сложно эту систему открывать. Иди-ка сюда. Посмотрите, какой потрясающий шипохвост. Он просто огромный. Я обожаю шипохвост. Она огромная такая плюшечка. Они такие спокойные всегда. Просто сидят на ручках и всё. Ну, просто такой плюшечко-плюшечко-плюшечко. Вообще. Смотри, какая она гладенькая. Не то что. А что, где-то платно здесь фотографировать дают? Кто посмел здесь платно что-то делать? Что за... Всё время мягенький такой. Мягенький шипохвост. Такой сладкий. Это какой вид? Это арнато. Это арнато. Я, честно, не сильно в видах шипохвостов, но это очень красиво. Они крупные. Солнце крупные. Смотри, какие. Ну, вообще. Сколько им вот этим? Ну, им около трёх лет. Тоже взрослый. Даже дождают сами за поменьше. Около двух. Он очень не большой. Очень красивый. И хвостик шипастый. Не зря шипохвостами называют. Там вообще столько чешуек. Ты красавец. Звезда. Ну, и вот, малыши, всё. Звезда Ютуба, да. Дальше у нас Кокоша. Не, не Кокоша. Простой Кокоша, скажем. Нет, говорю, Кокоша, всё. Стенд Кокоша. Вчера были даже коты здесь. Такие подрощенные уже. Были британцы, шотландцы и... Экзот танцы. Так, здесь тоже интересный стенд. Мне понравилось. В конце... У вас больше нет? Одна осталась? Руби одна. Отложи мне сразу, пожалуйста. Я заберу в конце. Я вчера чуть-чуть не дошла в конце выставки. А её осталась всего одна. Я хочу попробовать. Это третий вид, да, шоколада? Да. Так, то есть он в естественном... Я тебе даже подарю. Спасибо. Он в естественном... То есть это не покрашено ничего. Он вот такой и есть. Четвертый вид шоколада. Четвертый? Это не третий, а четвертый. Молочный, тёмный. Короче, два есть. Руби вот этот на шоколаде. Вот. В общем... Ну, я все равно, что буду покупать этот шоколад. Я хочу подарок за это, потому что шоколад ручной работы... Во-первых, красиво сделан в тематику, так сказать. Во-вторых, я очень хочу вот такой попробовать. Так, здесь у вас магнитики ещё. И колозня. Насколько я помню, здесь из классного это книги нашего треремиста Николая Крымова. Он содержит разных гликонов. Хорошо с ним знакомы. В общем, книгу он наконец выпустила. Вообще, очень классно, когда наши кто-то выпускают книги. Занимаются, так сказать, пересвещением. Здесь... Да. Красота всякая. Кстати, которая очень полезная красота, которую заказываю я тоже. У меня пробиотики от ребят. Они занимаются поставками из Америки. Пробиотики, которые, собственно, вот, когда Руфи от чумки выздоровела, мы отпаивали этими пробиотиками. Прекрасная Анна, которая нас выручила и тогда подарила нам этот пробиотик, который мы кота после чумки выпаивали. Собственно, я думаю, кто занимается рептилиями, я их знаю. Здесь можно заказать все, что с Америки такое достать для животных. Кальцием, всякие репаши, нерепаши, пангеи и прочие полезности. Так. Так, из интересного, что я для себя тоже подметила и даже приобрела себе вот здесь вот из кожи. Я себе блокнот даже купила. Очень классно все сделано. Сувенирка, в общем. Здесь тоже дальше сувенирка. И мы сейчас еще на эту сторону пройдем. Посмотрим. Вот здесь, как всегда, Даша со змеей. Даша без змеи никак не может по ней всегда ползнуть. Родственники собираются. Да. В общем, просто, я говорю, очень прикольная. Мне в этом выступе очень нравится. Все очень красиво. А, сейчас, позже, нужно вернуться за стол уже. Фаринами, значит, балуетесь. Да. Она так не перейдет. Нет. Ей надо паковать. Ей надо паковать, да. Но она ей так неудобно, да, давай. Найди ее. Женщина, идите сюда. Нет, это мужчина. Это мужчина? Да, это мужчина. Крабляет. Малыши от них у нас сейчас продаются на выставке. Не знаю, там, наверное, еще остались. Смотрите, какой большой. Это фарин. Так, ну, мы, наконец, дома. Я привезла инкубатор свой, наконец. Я покажу обязательно, как буду загружать в него яйца, когда, ну, они, собственно, появятся. Вот, еще я под конец второго дня договорилась таки о скидке для подписчиков, потому что там была скидка прямо на выставке два дня. Но она как бы не действует дальше. Конечно, я договорилась, что по коду Bobcat скидка будет две недели на всю продукцию Lucky Reptile. Я ссылку оставлю в описании этого магазина. Вот, и вы сможете перейти в течение двух недель и получить скидку 15% по коду Bobcat. Так что успейте воспользоваться, потому что классная техника, классные у них и пинцеты есть, и субстраты, и чего только нет, собственно, заходите и смотрите. Мне вообще эта фирма нравится. Я уже говорила, что я ей пользуюсь и пользовалась давно уже, вот, поэтому очень сильно.